Россия, Кемеровская область, Сибирь. Листвяки-Апанас это единственная дорога здесь, которая связывает город Новокузнецк с шестью населенными пунктами, включая Апанас. Обычно на первый взгляд дорога протяженностью чуть больше 20 километров. Сейчас по ней ездят дачники, отдыхающие и местные жители. Именно эту дорогу угольщики собирались уничтожить еще в 2017 году. Дело в том, что под ней находятся залежи антрацита, самого дорогого сорта каменного угля, который отличается большой теплотворной способностью. Представители угольного разреза планировали дорогу уничтожить, антрацит добыть, а местным жителям построить новую дорогу, более длинную. Но люди с этим не были согласны. Активисты разделили дорогу на 14 важных точек и много лет буквально по кусочкам защищали свою землю от варварской добычи угля открытым способом. Смотри, вот она река Чумыш. Вот она течет туда. Там вот мы были с той стороны уже. Вот она протекает. Почему здесь люди селятся? Потому что красота. Вот примерно такие наши виды. Такие же наши пейзажи. Вот. И это сейчас покажем в другое село, которое сейчас попало уже под влияние разрезов. Оно именно имело вот такой вот вид. Наш многострадальный Апанас находится в 20 километрах отсюда. Вот она эта дорога. Пойдемте посмотрим. Чем она заменита? Вот на этом месте 3-го числа, 3-го февраля 19-го года мы остановили работу Белаза. Вхождение по этой дороге. Ходили Белаза большие друзья. Вы не едете право, не тихайте дороге. Вы не едете право, не тихайте дороге. Ходить перестали. Ну, представьте, что такое Белаз идет по дороге вместе с автобусом, вместе идет с легковой машиной, с электронотоком. Сыпется уголь. Ну, и что с дорогой творится? Нельзя здесь ездить Белазом, потому что ездим мы. Вот так мы и поставили вопрос, либо мы ездим, либо вы. Ну, на нас, конечно, всегда плевали, кто вы такие, но тем не менее. Пусть насильки натаскают. Неком, вот это повез, выгадали, на какую-то яхту, на какую-то там, на какой-то дворец. Ну, не дадим наши недра грабить, не дадим еще, до всего доберемся. Белазы прекратили, если мне 100 тонн возить? 40 тонн прекратили, сейчас прекратим и 25 тонн возить, чтобы возили по 5-6 тонн. Что население возят, так вот пусть себе, а то и это прекратим. Ну, вот здесь это было, вот это место знаковое. Ну, на первый взгляд, эти знаки не имеют, в принципе, ничего такого особенного, да? Здесь заканчивается Новокузнец, начинается район. Но за эти знаки мы боролись 5 лет. Администрация нам не хотела их устанавливать. Почему? Потому что здесь было по этой дороге движение большегруза, в том числе и Белаза, с перегрузом. Уголь сыпался постоянно, 70 тонны Белаза ходили. Вот, и как бы они не могли найти границу. Но пока мы не поставили условия, в конце концов они нас достали. Ну, не то что условия, я хочу сказать, что мы не ставим условия, мы не требуем, не просим, мы всегда диктуем свои условия. И когда мы сказали, ребята, вам недельный срок, если вы не устанавливаете, вот здесь вот знак, мы перекрываем дорогу и устанавливаем здесь весовой пост, контроль и так далее. Сами знаете, полиция ставит на нашу сторону, как бы нам не крутили, не вентили руки, но мы на стороне закона. Либо устанавливаете вы. Ровно в неделю они уложились, с тех пор здесь тоже не ходят уже даже большегрузы с небольшим перевесом и так далее. То есть, вроде бы обычный знак, но для нашей дороги многострадальной он имеет немалое значение. А у меня... Место нам ее прозвано Долина Смерти Шармина, потому что еще 7 лет назад вот здесь была тайка, вот здесь были лосиные тропы. Вот здесь вот, теперь видите, что это, это от земля вывернута наизнанку и от вышедшей на землю. Вот здесь вот 5 тысяч лет ничего не расти, человек здесь падает свет, не ходит, птицы не летают, здесь одна сплошная радиация. Мало того, в 14-м году вот этот вот отвал, то есть у него больше горы, сошел вот на эту дорогу в одну секунду ночью. И вот на какая высота, под нами 10 метров, ну видите, тускалуда, ровно такая же глубина была здесь, дорога ныряла вот таким образом. И вот это мы стоим сейчас на том сошедшем отвале, потому что он неправильно был положен с нарушением, со всякими, да, критическая масса была превышена и так далее. Но им плевать, власти покрывают угольщиков. Понятно, что экономика Кузбасса построена на том, что грабить недра, да, и грабьте, ребята, сколько хотите, и плевать, как вы будете ложить, как вы людей будете прикастрюливать, да, все равно. И вот здесь кого-то, по-моему, прикастрюливают, потому что два человека после этого пропало с Новополинского района, никто не знает, но мы думаем, они где-то здесь похоронены. Вот. У нас это не, в Кузбассе не первый исход отвала, это уже третий исход отвала. Значит, почему и долина смерти Шарнина? Да. Отец Разрезов у нас в Кузбассе был Тулеев, это его был замысел прекратить шахтовый способ, начали тогда массово гибнуть шахтеры в то время, и пошло в пользу открытого стула. Видите, тут не гибнут горняки, а там типа гибнут шахтеры массово, причем это как-то циклично, очень прям так спланировано, шахтеры все в шоке. Вот он продвинул этот способ добычи, то есть он отец Разрезов. Ну, пусть ему, конечно, перед Богом он сам ответит за свою гадочную землю натворил, но в Кузнецком районе тогда был вторым лицом, но продвигал эту политику Шарнин, сейчас он глава района. Коль он это продвигал, мы по примеру Путина, который говорит, давайте хорошим местам, аэропортам, паркам присваивать имена знаменитых людей. Ну и мы, следуя нашему президенту, тоже решили, знаменитое место, знаменитое, давайте, кто автор этого, ему присвоим, автор этого Шарнин. И вот теперь, как бы он ушел в отставку, не уйдет в отставку, дети его будут, это будет за ними как фраклятих, это долина смерти Шарнина. Это место знают все наши, все районы, как называется это место, это отвал, долина смерти, это сеть отвалов, там вот мы отсюда не видим, там еще дальше, 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 дальше. То есть, вот тайга превращена вот в эту вот пустыню, плюс ко всему, сход. Уважаемый господин губернатор, я как депутат Загорского сельского поселения хочу донести вам мнение жителей Новокузнецкого района. Уважаемый господин губернатор, мы жители Загорского сельского поселения требуем немедленной отставки главы Новокузнецкого района, господина Шарнина. Мы не считаем нормальным, когда должность, призванную служить людям, занимает человек, видящий в нас своих слуг, своих подданных, своих рабов. Вам известны события в поселке Черемза, связанные с незаконным строительством углепогружечной станции, где люди в соответствии с вашими словами остановили это безобразие. Так вот, Шарнин заявил жителям центрального поселения, будете бузить, не получите из бюджета ничего, как в Апанасе. Шарнин возвел финансовый шантаж поселений в систему. К сожалению, у жителей нет возможности снять Шарнина с занимаемой должности, поэтому в целях избежать эскалации социального конфликта мы требуем этого от вас, господин губернатор. С уважением, жители Загорского сельского поселения. Дорога на бывший манитный склад, он тут находился в метрах 100. Значит, сюда привозили взрывчатку аммонит, для того, чтобы вот этот вот губить землю, да, взрывать карьеры. Но, потом они здесь склад закрыли, и взрывчатку возят непонятно откуда, то есть Прокопьевска, то ли еще подальше. Значит, можно сказать, что это простое совпадение, но склад закрыли именно тогда, когда мы начали активно противостоять разрезам. Акции прямого действия, на грани закона начали выходить, перекрывать дороги и так далее. Может быть, сказать, совпадение, но, знаете, мне напоминает песню Высоцкого. Развяжите, кричит, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. А вот эта шестая точка наша, рядом он находится. Вон ведь и знак, что взрывные работы будут нас предупреждать. И там находилась будка. Мы возмущены тем, что без оповещения жителей поселков о своих мероприятиях ничего не было озвучено. Самовольно на дороге общего пользования поставили посты, людям ничего не объяснили. Поэтому многие возмущены такими действиями руководителями разреза. Значит, здесь они планировали перейти вот в того разреза, в начале дороги перевести шагалку. Шагающий экскаватор достаточно большая техника. Перегнать его через вот эту дорогу, это примерно сутки. Вот, именно для этого они, трансформатор подключает большое напряжение. Здесь очень удобно, КПП рядом охрана бы понабежала, да, и они бы смогли без препятствий, как они считали, перевести шагалку сюда. Но мы тоже готовились к переезду шагалки через эту дорогу. Поэтому они поняли, что, в принципе, они с нами не совладают, поэтому будки убрали. То есть мы считаем тоже маленькой победой. То есть будки, они все равно людей раздражали, да, что это мы. Нас надзирают за нами, следят, что шлагбаум нам поставьте. Мы же не идеи с вами в резервации. Мы вольные люди, русские, поколение 40-го, да, к примеру, живем в тайге. Какие нам шлагбаумы? Убирайте свои будки. Ну, и еще момент такой был. Это уже дошло от работников разреза. Надеялись, что будет провокация, что кто-то вдруг эти будки подожгет, мы их поймаем, зачекаем, всех повяжем и так далее, и шагалку перегоним. Ну, будки никто не сжег, а шагалку гнать они отказались. То есть пусть маленькая, но победа. Трансформатор остался, не знаю, надолго или нет ли, кто его будет терпеть, не будет терпеть. И вот, почему мы вложили асфальт? Они говорят, якобы для нас. Нет, вложили асфальт, это их собственность. То есть дорога, это не их собственность, мы уже отспорили это в суде. Об этом, я скажу чуть позже, долго спорили. И почему мы зашли в суд? Суды для нас вторично всегда, это так, просто точка поставленная, не более того. А то есть запятая. А вот асфальт, это их собственность. Именно от асфальта, по закону, который не для нас, не для людей писан, 50 метров можно копать. От одной стороны дороги до другой. Вот для чего они положили асфальт. Но так как мы считаем, что здесь отвоевали вот это место, асфальт останется в нашем пользовании пока. Раскрывать мы им не дадим, хотя это их собственность, да, как бы. Да, они сами, наверное, додумаются до этого. Но тем не менее, именно для этого они проложили асфальт. Наша собственность, от нее, считай, 50 метров копаем. Теперь они не копают, теперь они от их планов отошли. Вот она, седьмая знаковая точка на нашей дороге. Это вот одинокая осина, видите, да? За три дня. Здесь была такая лесистая местность, не тайга, а смешанный лес. Вот такой вот был, да? Они ее спилили за три дня. Вот видите, вот это с гора, это все было покрыто лесом. За три дня спилили, мы не успели среагировать, даже не успели понять, что происходит. Все спилили и оставили одинокую осину. Видите, как ее гнило. Как бы и напоминает она о нашей участи, что нам хотят согнуть, да? Вот нам как-то насмешку поставили. И здесь у нас должно было состояться именно наш Амаргеддон, вот с этим разрезом себе энергоуголь, который нам еще два года назад пообещал, что нам сломает хребет. Обязательно, ребята, мы вам сломаем хребет. Ну, мы в ответ сказали, что мы вам тоже сломаем, ну, кто вперед, не знаю, кому. Вот, вместо, значит, они прознали про наши планы, что мы к Амаргеддону готовимся всерьез, да, к этой битве. Не то, что они нас будут там бить, лупить, мы, знаете, тоже не лыком шиты, не пальцем деланы. Вот, и поэтому они унесли будку и перенесли точку копания не отсюда, как они хотели копать, я думаю, с вами будут, да? А перенесли на другой конец участка, оттуда, вот здесь будут, где провода у нас идут. Они думают, что с той стороны будут копать, мы ничего не прознаем. Все мы знаем об их планах, просто точка Амаргеддона, которую мы три года на нее смотрели, то есть это наша последняя битва, либо они на нее отважатся, ну, тогда кто кого. Тут уже не будет вариантов, там, посадят, не посадят, тут уже жизнь или смерть, для них, либо для нас. Вот, ну, они перенесли эту точку туда дальше, но, тем не менее, для нас это знаковое место, это одинокая сина все-таки осталась. Ну, что происходит? Буквально год назад здесь были поля, здесь косили сено люди, а сейчас мы видим безрадостную картину, что уничтожено полностью это место, варварски вырублены деревья, плодородный слой не снимается, вы видите, он идет в отвал, никто этим не занимается, поэтому подошли на недопустимо близкое расстояние к дороге, вот она тут, наверное, метров 30 или 50, тоже готовится уничтожить ту объездную, которую нам обещали, сейчас бросили строить, говорят, нет денег, и когда она будет сдана, непонятно. Нам нужно, чтобы нас кто-то поддерживал, хотя бы тоже председатель заводского района, вовремя, ни к каким годам, депутаты нас тоже не слышат, и госпожа Зеленская, никто нас не слышит. Официальных комментариев давать, к сожалению, не мало. Нам нужно всем разойтись, да, а как это работало, так и будет работать. Если вы политически не хотите связаться с этим делом, тогда кто будет? Вы зачем тогда представлены председателем Заборского поселения? Если вы этот вопрос решить не можете, вы один не можете вопрос решить, второй не можете, за каким хреном, за каким хреном тогда вы занимаете место? Попокат еще 17-го года висит, вот, не хотим жить на лунных ландшафтах. Вот сухая сосна, ее они хотели угольщики несколько раз свалить, мы им не дали этого делать, потому что это наш, не дай бог свалите, то есть, что мы с вами сделаем, мы не знаем, но гнева нашему пределу не будет. Почему? Много с этим местом связано, хоть она и сухая, но это наш памятный знак. Вот еще с чем он связан, памятный знак. Вот в этом месте, на дороге, в 19-м году, в 19-м году, вот там они закладывали снаряды, аммонит, взрывы, вот это была зона взрыва, мы выходили на обочину, человек 150-200, в зоне взрыва, взрывчатка была неизвлекаемая, то есть, когда приезжали МЧС, приезжал там и глава района, и все там, кто бы нас не упрашивал, и зам губернатора, ребята, если не взорвутся, ну, вы же все умрете, ну, умрем, ну, или вы идете на наши условия, либо мы не уходим отсюда, кто нам запретит гулять в зоне взрыва? Никто, они неизвлекаемые, ну и что? Ну, вы же умрете, ну и что, так и вы с нами умрете? Ну, он шарнин такой, так, меня посадят, ну, хоть отсидишь за нашей смертью, хотя бы так. Когда он приехал, что вам надо, ребята, хоть папу римского просите, что хочешь сделаю, только уйдите. И вот тут мы и сказали, ты нам дай бумагу, каким образом вот эта часть дороги, которую мы сейчас с вами видели, это три километра, перешла в собственность разреза. Дело в том, что в этих трех километрах лежит 10 миллионов тонн антрацита, самого дорогого угля в мире. Вот именно вот в этом месте. Зачем эта дорога была нужна? Зайти в суд мы не могли, потому что не было бумаги, как попала собственность, да, и так далее. И вот он нам привез эту бумагу. Кстати, здесь из Капитуляса Шарнина, когда он пришел, сказал, ребята, дам, что хотите, только уйдите с дороги. И вот мы у нас в основе шло. Даешь бумагу, мы заходим в суд, но они подумали, как, в суд зайдут простые крестьяне, да, простые колхозники, таежники какие-то, ну, дебилы, да, о чем мы в суде раскатаем и все, как бы, да. Получилось ровным счетом наоборот. Когда мы наняли юриста, Ильченко его фамилия, мы ему поставили задачу. Твое дело два месяца продержать, два месяца в суде продержать дорогу. Почему два? Мы бы подготовились к дальнейшей битве, чтобы здесь не дать дорогу перекопать. А взамен они хотели нам построить новую, мы к ней сейчас еще дойдем, в пустышку дорогу. Ровно через два месяца Ильченко, выходя из суда, говорит, ребята, у нас есть возможность вообще выиграть в суде это дело, потому что у них все нарушено. Мы говорим, во как, мы-то собрались сбиться насмерть, а ты тут можешь по суду выиграть, давай. Вот, но тем не менее мы заставляем свое право в зону взрыва выходить, хоть там и хоть там. Они отсюда уже пошли далеко, здесь они уже даже не планируют подходить к этой дороге, потому что, знаешь, в зону взрыва сразу выйдет 200-250 человек. Скажите, где место разговаривать? Что нужно разговаривать? А директор, который должен встретиться? А директор не против встретиться с здравоохранениями? А почему он здесь не может с людьми встретиться? Он просто за людей не считает, доже мой. Не будем кричать. Ну а как так? Вот послушайте, не будем кричать. Вот, чтобы нет терпения. Закапывай, не в полность. Я говорю, не будем кричать, если... Просто уже было предложено создать группу, кто придет, кто будет, разговаривать. У нас группы регулярно создаются. Лучше перед всем народом, раз и сказать. Люди сколько просят. Люди создаются, идутся беседы, вы занимаетесь своим делом, взрываете, закапываете, раскапываете. Я не уполномочен сейчас. Я понимаю, нет, вы про группы начали говорить, я вам объясняю. Я вам объясняю. Здесь в 19-м, уж не помню, или в 18-м году, у нас остались похороны колеса. Значит, что это такое было? Вот этой дороги асфальта не было, все она была в Рытвинах. Грубо говоря, я лично за сезон менял 2 комплекта покрышек. То есть у меня 13-я резина, самая дешевая, ну, все равно окладно, да? А люди на джипах, они сколько меняют. Кому бы не обращались, как властям бы не говорили, денег нет, ничего нет. Ну, мы решили сделать такую акцию, похороны колеса. Шествие действительно напоминало похоронную процессию, без присущей трауру скорби, но с глубоким смыслом. Вроде бы символическое захоронение колеса, а по сути, прощание со всей дорогой. Судя по наличию в колонне провожающих, проблема эта носит массовый характер и приносит не только материальные затраты и душевные терзания, но и другие неудобства. Пока же все идет по-старому, так что похоронить здесь придется еще не одно колесо. Вот там дальше мы похоронили колесо. Что интересно, на следующий день сразу 4 ведера вышло на эту дорогу. Дорогу начали вылизывать, 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 и вот в конце концов заасфактировали. Так что мы хотели потом машину похоронить и сказали, ребята, лучше асфальт, не надо нам вот этих всех пиаров. Похороны колеса вот прошли вот на этом месте. Тоже имели свое место быть. Полотно дороги, теперь видите, какое у нас. Видите, вот эта площадка до сих пор заросла. Это был городок строителей. В январе или феврале 2020 года они отсюда подмотали. И было много будок, здесь ставили наливники, у них тяжелая техника, но тяжелая техника была прорезана. Значит, когда они подмотали, мы тоже это считаем своей победой. Почему? Потому что они, строители, это Сибын-Рогул их нанимал как подрядчик, строили дорогу пустышку. У той дороги мы еще обратим внимание, зачем она нужна была. То есть мы были против нее. Хоть и были там сторожа, но возле них начали появляться какие-то незнакомые личности. По ночам желательно. В основном, вернее, по ночам и так далее. И плюс ко всему, когда появилась табличка «Господа угличники, на первый разрыв будем отвечать вам тоннами взорванной техники». После этого они долго думать не стали, защиту улосей просить не стали. Подмотали, два дня на травах вызвали весь городок. Все эти желтые. Вот еще одно у нас шпаде. Вот эти вот отвалы, цепь отвала, да, она принадлежит Сибэнергоуглю. Вот я про нее скажу побольше. Это мы обозначили границей, ту, которую переходить нельзя. Но это, конечно, была наша дурость. Они сюда уже перестали переходить, они пошли в сторону города. Но, тем не менее, вот эта граница. Значит, вот он ангар Сибэнергоугля. Чем вообще Сибэнергоугль отличается от других разрезов? У него есть мощный ангар, видите, он большой. Тут 75-тонный белазы хранятся, ремонтируются и так далее. И плюс у него есть точка железнодорожная ветка, где своя погрузка угольная, своя ветка железнодорожная. Этим он как бы и силен. Ну, в 19-м году здесь когда были привезены покрышки белазовские, каждая покрышка стоит то ли 10, то ли 5 миллионов, ну, сколько-то миллионов рублей, я уже забыл. Ну, неважно, это можно в интернете посмотреть. Тут их было, в общем, штук 40 или 50 складировано было. Значит, как только складировали, здесь было обнаружено ими, развесено по углам вот этого ангара около 100 литров или больше 100 литров напалма какого-то, какой-то зажигательной смеси. А куда мы это знаем? Та охрана, которая работала здесь, их за один день поменяли, сменили, прям выгнали под задницу, завели бывших военных. И вот те вот работники, которых выгнали, охранники, они рассказывали нам. В эту же ночь им выдали квадроциклы, там квадрокоптер летал, вот там у них такая точка приземления квадрокоптера возле этих отвалов. Мы ее видели. Значит, они рассказали, то есть, ночью пошли три КамАЗа с Ощебнем на ремонт этой дороги. Они ночью тормознули, заставили высыпать эту дорогу, положили мордых пол водителей и давали шманать все КамАЗы. То есть, водители тоже нам это потом рассказывали, уже утром, под утро, когда они вернули всех с мандражом. Значит, что ищите? Партизаны ищем. Каких партизан? Те, кто нам заложили на палм 120 или 110 литров, заложили по углам и заложили возле вот этого склада шин. А погода еще была дождливая, вы понимаете, если на палм какая-то жидкость маслянистая горит, то дождь ее только разжигает. Потушить ее бесполезно. Но это все миллионы долларов, близко всему все это дело. Но, чем примечательна эта точка? Сам по себе случай мог бы, то есть, ловили в кузнецких партизан, опять пресловутых этих личностей, которых никто не видел, никто не знает, но всех почему-то о них говорят. Хотя кто-то говорит, что это ерунда, а угольчики сами себя поджигают, сами себя там разносят. Но мы верим в другое, то есть, это не важно. Факт тот, что после вот этого случая разрез стал на полгода, вот этот разрез стал на полгода. И уголь начал ночами вывозить маленькими машинами, КАМАЗами, по две машины в ночь, каждая машина в сопровождении двух УАЗиков с вооруженной охраной. Вот это максимум, что они вывозили. Это мы ночью наблюдали за ними, смотрели, как они это вывозят. Это через два или три месяца пошли только первые машины, потом опять прекратили. Но ровно полгода разрез стоял не работал после этого случая. Победа? Ну, мы считаем, что это победа. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Антонов, онлайн-журнал Сибдепо. В продолжение предыдущего вопроса, я не знаю, известно ли вам или нет, но 10 дней назад жители трех деревень из Новокузнецкого района, по-моему, записали к вам видеообращение. Не знаю, честно смотрели вы его или нет, но они беспокоены тем, что разрез строится ближе, чем в 1000-метровой зоне. Данный участок расположен в непосредственной близости от трех населенных пунктов, Апанас 800 метров, Ананина 400 метров. И, зная об этом обращении, значит, сразу говорю, никакого риска для жителей, которые там проживают, нет. Развиваться это месторождение не будет. Мы против развития этого месторождения. Значит, нам вот вместо той дороги, которую с квартиры снимали, хотели построить вот это. Она и длиннее, и хуже, вот она уже построена, да? Она практически выполнена. Значит, что они хотели добиться строиться в этой дороге? Вот это касаемо тех строителей, которые согнали которых со своего городка. Во-первых, забрать те 10 миллионов тонн, которые под дорогой лежат. Но главное зайти, вот здесь вот сейчас начинается отсюда, вот деревня Кенерки, а отсюда начинается черновая тайга. И вот тут 77 миллионов тонн залегает. То есть, эту дорогу они хотели использовать не только для того, чтобы нас пустить в объезд вокруг, хотя она и хуже и по категории, и длиннее по протяженности. Главным всегда было зайти, чтобы прийти, вот видите, вот там вот тайга урона. Пошла в начало тайги, вот оттуда, и там я вам дальше покажу, то, что они хотели захватить и раскопать. Мало того, что там раздет водораздел 5-ти речек, это черновая тайга. То есть, они хотели погубить. То есть, спас, вот, освоя в ту дорогу, и прекратив вот эту, мы тем самым спасли вот тот клочок тайги. Сейчас Гунгурский, Южный 2. Да, то есть, вот на этом участке. Ну, именно, особенно если клопка. Да, чтобы не перекрылась дорога, не производились взрывы. Социальные объекты какие-то. Тут вы можете дать нам гарантии, что вы не подписываете, если вдруг произошел слив, вы подаете в отставку. Первый. В отставку еще раз говорю, подать листовую. Я еще... Нет, давайте так. Вы же это можете гарантировать? Если вы подпишите разрешение, то срывов не будет. Это уже, подходить надо, понимаете? Все понял. То есть, взрывов здесь очень... Подождите. Давайте так, ладно, провожаем в отставку. Взрывов здесь больше не будет. Вы нам это гарантируете? Вдоль дороги. Я сейчас полагаю. Вдоль дороги. Я сейчас буду вставать. Мы сейчас находимся на том месте, где велись странные работы. То есть, у нас здесь лес. Идем. Сергей, а куда мы идем? Расскажите. А вот в самой карьерной выемке. Вот здесь уголь вычерпали. Вот это вот один из пластов участка Апанасаса. Который бомбур... Вот копали они с 17-го года, с августа 17-го, по 3-е июня 19-го года. 3-е июня мы смогли, я знаю, глушняк сейчас они копают. Но за эти два года, смотрите, какую беду она не наделали уже, да? Отсюда возился уголь. И не смотрите на красоту этого озера. Озеро это радиоактивное. То есть, жить там нет. Нету там рыбы, нельзя там купаться у вас и так далее. То есть, это нормальная красота. Это вот та беда, которая... А когда-то была здесь сплошная тайга. Но вот эту беду наделал именно на Низкий Восточный 2 главе с Чурляевым. Знаменит этот персонаж, директор Чурляев. В 17-м году он сказал, что когда все выразили свое нежелание, мы тут, это наша природа, мы здесь собираем грибы, ягоды, мы здесь наслаждаемся тайгонского. Ваше право. Это наше право наслаждаться конституцией. Ваше право молча сдохнуть, как хомячки, вы нищеброды. Вот именно, ваше право сдохнуть, он несколько раз нам говорил. Именно этим избудил народ на противостоянии. 26 августа 17-го года здесь была первая остановка этого разреза, но втихаря не копали до 19-го. Вот чем знаменит этот 26 августа, это здесь вышло 300 человек на руку, то есть остановили разрез в Бушнях, но их не тихушные работы, по ночам, что они проводили, остановили там 19-го. Так вот, если бы он не сказал такого, народ бы не поднялся. Сейчас что происходит, власть с людьми, как разговаривать? Ребята, все для вас, нам замыливают, нам садят в кресло, создают какие-то экологические советы, все это болтовня и забалки. На самом деле, они правильно сказали тогда, ваше право молча сдохнуть. Именно это нас и подвигло на противостояние с этим разрезом. И в 19-м году, 3-го июня, в день открытия международной выставки и майнинг, вот здесь полыхнуло много единиц техники, здесь стоял большой городок, там он стоял, сгорело все, кроме вагончика охраны. Вместе с охранниками, охранники были, там спецназовцы, супер-пупер, какие-то обалденные. Но, тем не менее, кто-то говорит, что это они сами подожгли, кто-то говорит, чтобы страховку отбить. Но я знаю, что сейчас директор, это бывший директор разреза этого, который взял много миллиардов кредитов, а хотел своих детей отправить, учиться за границу за счет нашей тайги. Сейчас продал последние свои квартиры, бегает, не знает, как отбить эти деньги. Ну, конечно, мы для него сволочи, а вот для нас. Вот как-то так. Измените разрез Афанасовский, разреза был такой, ну, как был. И сейчас есть Халезин, сын бывшего прокурора Халезина, областного прокурора, у которого на всех компромат. Начался диалог у нас с ним очень просто. Лично мне он сказал, что меня посадят, застрелят и так далее, и тому подобное, потому что я прокурор, ну, это я говорю, у меня власти хватит на всех компромат, есть на всех, все отработают прочее. Я больше сидеть, не дай бог, выйдешь. Но, тем не менее, они пригнали себя два, два экскаватора. Значит, как бы мы не протестовали, как бы мы не говорили, как бы чего не было, они плевали на мнение жителей, и начали компать. Ну, а какие-то хулиганы в 19-м году подожгли, подпалили эти два экскаватора, которые оказались у них в аренде. Арендаторы начали выставлять им счет, с банками их не получилось, денег не хватило. И губернатор Сырёв выступил на нашей стороне, сказал, зачем мне социальные конфликты посреди цветущей экономики. Вот с тех пор это разрешнее работает. Конечно, они пытаются опять запугать жителей, там вот и Шереметьев убили, других активистов были, дома начали у нас гореть. Они открыто, причем говорили при полиции, будете нам противостоять, у вас будут гореть дома. Да, дома горели. Да, это у нас по Кузбассу сплошь и рядом. Скорее всего, это их рук дело. Ну, я думаю, что их рук дело. Никто их не поймал. Ну, потому что ловить никто. Как не ловим Джо, да? Почему никто не ловит? Да ловить его никто не хочет. Поэтому и здесь. Они нас, вот так на нас наваливаются, а мы другим противостоим. И опять же предупреждаем, не дай бог, мер. Поэтому еще раз хочу, что сказать этим разрезом мы хотим сказать? Не надо ничего бояться. Реальностью мы можем управлять сами. Не какие-то там элиты нами управляют. Мы управляем своей землей. Мы можем это делать. Реальностью вот этой, сохранить вот эту тайгу, а не дать превратить свою, мы можем это все-таки делать. Поэтому, вперед, ребята! Ставите свою родину. Против преступления надо все-таки стоять. 30 сентября 2020 года. Отвал в БДЗ поселка Апанас. Сейчас мы находимся еще на одной нашей знаменитой точке нашей дороги. Отвал имени Тулеева. Знает его все у нас от области. На гугл-картах все есть. И так его и называют. По-другому никак. Чем он заменит? Ничем особо он не заменит. Тем, что он один из самых старых в области. Тут происходят процессы наверху, нагревания 300, 400, 500 градусов. На полметра уже 700, 800. То есть, идут процессы, как в настоящем вулкане. Чем закончится, неизвестно. Самое страшное то, что это не один отвал, но в Кузьминске окружен сотнями таких отвалов. Через 10-15 лет все эти вулканы рукотворные начнут работать. Мало того, что они извергают удушающий пар и травят жителей, они еще могут взорваться. У нас такая трагедия в Кузбассе уже была в 64-м году. В принципе, убито там 19 или 20 человек было убито, пострадало еще больше. Вот чем он опасен. И опасность та, что весь Новокузнецк окружен этими отвалами. Это сотни, еще раз повторяю, сотни отвалов. Город Киселевск отвалы прямо в центре города, Прокопец также окружен, и весь Юг Узбасса весь окружен вот этими рукотворными вулканами. Нас таким образом стараются убить, уничтожить, или что они хотят. Уничтожить землю, уничтожить людей на них. Вот, собственно, тем и заменит. Конечно, мы боремся, но вот уже последствия мы уже не сможем, мы не в силах преодолеть. Но, тем не менее, это еще одна наша точка на нашей дороге. Три года назад еще вот этого обала здесь не было рядом. Сейчас с той стороны мы тоже подъезжали и видели деревья. в кольце отвала, в кольце разреза. Ну, судя по чему, вот видите, хороший асфальт, хороший вроде как мусорные контейнеры. Люди подписали социально-экономическое соглашение с разрезом, якобы не понимая, что это будет, какая беда на них надвигается. Но через три года отно подойдет к границам села. Так вот, я вам скажу, что нужно, я так думаю, что за все вот это дело надо всех судить. А сады возможно около угольных отвала судить? Нет, конечно, это же радиация, угольная пыль. Представляете, когда угольная пыль покрывает картошку, когда она покрывает всю ягоду, во-первых, ее надо отмывать, а во-вторых, она уже впитывает в себя вот эта угольная пыль. А что такое уголь? Особенно кислуха, то есть первый слой, это период распада, это радиация прежде всего, да? Потом, ты когда уголь даже есть не будешь, то как активировано еще и то иногда для пользы, да? А это все угольное, это все убивает, оно не вызревает. Угольная пыль убивает все живое. Вот онкология-то у нас, почему она зашкаливает? Именно вот из-за этого зашкаливает. Но вот эта пассивность людей, которые говорят, да поди до нас не дойдет, вся Россия у нас как на ось, да? А ось там не будет того, а ось у нас конституцию не переспишут, а ось у нас спецоперации не будет. Будет, ребята, коль вы на жопе ровно сидите, просите за скудность речи. Коль вы ровно сидите на заднице, то все будет ровно. Докуда можно человека грабить? Докуда он себе позволяет? Мы позволяем грабить наши леса и поля, нас и грабят. Все правильно. А как по-другому? Не хотите грабить, встаньте. Встаньте от слова встать. Встаньте поперек, как мы встаем, да? Маленькие деревни, маленькая дорога. Но мы не можем за всю Россию встать, мы не можем за весь Кузбасс, нас слишком мало. Вставайте за свои земли, отстаивайте свои интересы. Кто говорит, в России жить плохо? В России жить хорошо, если ты отставишь свои интересы. А тем, кто говорит, пусть бы до нас какой-то дядя пришел бы и заступился, а мы бы сидели, вот тем жить, конечно, плохо в России. А кто за свои права остается и не допускает вот эту ада на свои земли? Ну да, конечно, мы потратим больше половины своей жизни на борьбу с этим разрезами, но мы живем, мы наслаждаемся тайгой.